Стофелем, огурчики, лучок, четыре стучки, раз, теперь шоколадное, и еще две молочки. Фига там, а че так много мороженого? Я думаю, шею за приходят папку, чтоб мне тоже дать. Шоколадное мороженое. Мартуша дай тоже, пусть брулечит. Так, девочки, я варю замороженные, ой, Мартуша, прости сына, варю замороженные лисички. Там боровики варятся, тут лисички, которые сегодня собрала. Вот, сейчас будем пробовать лисички замороженные. Вы напугали меня, что они, Мартюша, мороженое режется. Уже, наверное, сварились. Пахнет вкусно, но они еще не соленые. Я даже их не посолила. Мартюша мороженое режет. Дочь практика нравится. Сегодня в морге были, не понравилось. Мартюша, как громко ты кушаешь, сына. Так, пробуем лисичку. Пахнет лисичкой. Она горчит. Вы были совершенно правы. Выкидываем все в раковину. Выкидываем эти лисички. Мартюша. Ёкарный бабай. Столько дней собирала. Все зафортачила. Вам громко? Ну, что я могу поделать, ребенок ешь. Давай. Ешь вот так. Мороженое вкусное. Очень. Как обидно, девочки. Девочки, у меня не знаю, кто не видно же теперь на ютубе. Кто-то на ютубе спросил, какой у меня штатив. Селфи-палка у меня, девочки. Селфи-палка маленькая. У нее маленькая ножка. Ну, вот такой. Я его подклеила. Видите, вы стоите. Жалко лисичка. Ё-моё. Ну, ладно. Что теперь? Вы мне все пишите, надо было отварить маленько. Девчат, я вот приносила их по горсточке. Поэтому и не отваривала, думала. Говорю, сейчас я накоплю баночку и сварю. Как вы хотите. Откуда я знала? Я первый раз в жизни лисички решила заморозить. Вот правда. Вот что хотите, со мной делайте. Обычно всегда их набирали много сразу и тут же их жарили. Даже не отваривали. А тут вон решила даже все отварить. Обидно-то как. Боровичули. Чу-чуточку. Чу-чуточку боровичулик. Ведро дежурное моё. Мартюшка, как слон ходишь. Дочь избегала в магазин. Прям горечь во рту. Представляете? Сейчас пожарим грибочки. Мартюш, чё ты идёшь? Ты слопал своё мороженое. Это моё. У нас в пятёрке всегда вот такое вот раскуверканное мороженое. Что их так везут или так чё? С ними делают, что они тайные. Это моё мороженое. Не смотри. Нагленький мальчик. Не смотри. Это моё. Ты своё съел. Не гипнотизируй меня. Сказала, это моё мороженое. Всё. Нету. Картошечки свежей доча взяла. Так, четыре пожарим. Три на супа ставим. Лучка сегодня добавим. Так, чё там ещё? А, муки дочь купила. Помидорок, огурчиков. У нас очень жарко сегодня вообще. А я-то думала зимой, как... Открою эту баночку. Девчат, буду знать теперь. Вот видите, как хорошо, что вы у меня есть. В жизни не знала, что, блин, нельзя лисички замораживать свежие. Вот, ну, не знала. То, что их сушить можно, знала. Вот, сушить их можно. Маслята можно сушить. Польские белые можно сушить. Также и замораживать. Теперь буду всё отваривать, прежде чем замораживать. Всё, лёг, обиделся. Мороженое мама ему не дала. Ну, вы видели, он ел мороженое только что. Жопа слипнется. Я сегодня пришла так устала, у меня так ноги болят. Села, помыла ноги. Сама села на кресло, ноги вытянула на диван, на стул перед собой поставила. А он сидит и нализывает мне ноги. Мамочка говорит, я тебе сейчас их вылечу. А язык такой горячий. Я говорю, мне от твоего лизания ещё хуже делается. Спаситель мамин. Всё, он спит. Уснул ребёнок от обиды. Сегодня у меня в сушилке. Девочки там спрашивают, сколько стоит моя сушилка. Восемнадцать что-то с копейками. Зайдите на сайт, посмотрите, девчат. Я же вам ссылку оставляла. Чё вы такие у меня, лентяйки? Там есть... У меня вот пластмассовая. Я взяла подешевле пластмассовую. А там есть ещё вот как этот... Ну, из нержавейки. Можете взять такую. Она подороже. Приварила чуть-чуть лисички сейчас, чтобы воды меньше было обжаривать. Вот ещё раз говорю, как хорошо, что вы у меня есть. А то вот бы я зимой как испортила бы чего-нибудь, например, жареную картошку, да? Даже запах другой. Вот у лисичек сейчас. Это другие лисички. Вы видели, да, что я это... Все выкинула. А эти сейчас пожарим с картошечкой. Не знаю, сказал вам, не сказал. У меня сегодня битком сушилка. Все 10 контейнеров заполнены. Нам хватит с картошечкой поесть. Многие девчат стали сильно болеть. Пипец. Ужасно сильно. С каждым годом всё больше и больше болят. Колени надулись, как эти. Мячики. У меня есть мазь. Надо, пожалуй, мазать ноги. О, как фанат, это отсвечивает. Так, завтра не знаю, пойду за грибами, не пойду. Завтра у меня дел очень много. Ну, может, быстро всё сделаю, то пойду. Может, не пойду завтра. Мне надо в ламинаре... Да что-то горит, как горячо руке. В ламинаре поработать с малышами. Всё, пускай жарится. Салатик. Помидоры фламенго стали на веточке продавать. Так пахнет вкусно вообще. Прям как будто только сорвала. А, ещё Ларисочка спрашивала. Моя помидорка там не зацвела. Зацвести не зацвела, но бутончики набираются. Ну, набирают бутоны. Всё, наверное, можно открыть, пускай так пожарится. А, кстати, одну сыроежку сегодня принесла маленькую. Чистая-чистая. Жёсткая такая. Уломали вы меня прям-таки сегодня. Не смогла удержаться. Так уж она красива. Вот она. Пускай жарится. Я пока салатик нарежу. Быстренько. Накромсаю. Вот так. У дочи должен был сегодня быть экзамен. А что-то там у них перепутали. Экзамена не было. Ну и чтобы день зря не пропадал, их повезли в Красный Крест в морг. Она говорит, что всё нормально, но не выдержала запах. Да, дочь? Очень пахло. Кому, говорит, чем пахло? Кому хлоркой, кому чем, а ей чем-то другим. Да. Кому хлоркой. Я как-то не забей. Мне кажется, нет. Я очень-то понимаю. Рысь. Я не могу. Не знаю, может потом Свыкнется, привыкнется Мартюша под столом сидит Опять Продолжение следует Зеленушки сегодня нету, без зеленушки. Зеленушки сегодня нету, без зеленушки. Зеленушки сегодня нету, без зеленушки. Все видео, что сняла, все нормально. Давай заново монтировать. Четыре часа потеряла только на одну монтировку и выкладывание видео. О, заподжаривается. Газ грязный, ничего не помыла. Ну, как есть, у меня нет сил его мыть. Сковородка чистая, то хорошо. Ой, кто-то из девочек написал, говорит, а я вообще люблю кушать из кастрюли. Ой, девчата молодцы. Я вас обожаю. Дочь с майонезом делать или с маслом? Ай, с майонезом. Ну, и с майонезем, как с майонезем. Сейчас будем ужинать. Пока тут жарится у меня, я пошла, говорю, пойду почитаю комментарии на YouTube-канале. Еще шла сегодня в лесу и говорю, говорю, блин, вот сколько грибов сорвала, да, и ни под одним грибом не сказала, что у грибов нет корней. Что, ну, я не повреждаю ничего. Говорю, кто-нибудь напишет. Точно. Написали. Хорошо хоть мне написали, что порчу лес. А то и такое есть. Почему не срезаете ножом? Да нету гриба корня, нету. Там девочки, я вас обожаю, или мальчики, не знаю, кто написал. Уже этой даме ответили, что у гриба нет корней. А грибница до 250 чего-то там. Изучайте микрологию, написали. Молодцы. Я знаю, что у грибов нету корней. И грибница, я уже даже показывала, перерытое все, перерытое поле, и там растут грибы. Ну, почему такие люди бестолковые, почему? Мороженое ем. А этот шмонька опять за мной следит. Мне так нравится, когда вы мне помогаете, вот этим умникам даете отпор. Спасибо вам большое, девчат. Почаще это делайте. Может, поменьше начнут наседать на блогеров. Господи, Олесь, о грибах ничего не знают, но надо свои поганые пять копеек вставить. Такие грибы, как я нахожу, боровые, за которыми хожу, надо нож, как тесак носить с собой, чтобы его срезать. Если уж на то пошло. А то та ножка, что останется в земле, это место загниет и больше никогда в этом месте грибов точно не вырастет. А так я там забрала грибы, а на этом месте вырастут еще грибочки. Скажите, что я не права или права, девочки, мальчики. Напишите. Так, короче, будем кушать. Уже готово. Ммм, вкусняшка. Масло до хрена что-то сегодня налила. Молочка не хочешь, что ли? Нет. А купила. На утро она купила. Всем приятного аппетита. Лисичка. Свежесобранная. А где сыроежка-то? Юкорный бабай. Вот она. Вот и не говорит, что я не ем сыроежки. Целую одну сыроежку принесла. А потому что она одна была чистая. И маленькая. Не открытая еще. Хлебушек с войской. Дочь еще муки купила. Кстати, из одной упаковки муки, 2 килограмма макфа берем, получается 4 буханки. А мука стоит? Сейчас я вам скажу. Дочь чек принесла, потому что. Колбаса по скидке была, да, дочь? Макфа, 2 килограмма, 119 рублей. На 119 рублей купишь только 2 буханки хлеба. И фиг поймешь какого. А здесь свой с кемом какой. Ничего нету. Вода, соль, сахар, дрожжи, мука. Все. Ни молока, ничего. Это без семечек делаем, потому что закончились. У меня все в одну тарелку. А еще кто-то написал, Люба, представляешь, не могу без тебя кушать. Ну как вас оставлять без мукбанга? Вот как? Мукбанг это еда на камеру. И ничего плохого в этом нет. Кому не нравится, не смотрите. У нас культурный канал. Я сказала. Ой, девчулям, кому я отправила сегодня посылки. Всем положила подарки. Посылки не с грибами, не думайте. С амхом. Для цветов, для улиток. Кто для чего берет. А, и с цветочками. Так что, кто сегодня трек номера получил? Кстати, я видео сняла и сказал 28 число там. А, число так. 26 сегодня. Куда-то бегу вперед. Куда? Нет, просто я посмотрела и шестерка с восьмеркой у меня плохо рассмотрелись в глазу. А потом уже дома рассмотрел, что 26 число. Ну и ладно. Думаю, все поняли. Лисички, картошечка, лучочек. А еще девочки спрашивали, что можно делать с сушеными грибами. Все. Девочки, все. Их также можно жарить. Только для начала их надо размочить. Ну, замочить на ночь. Чтобы они размякли, напитались водой. Все. А потом можно жарить, варить. Я их сначала отвариваю. Если сушеные, жарить. Да что, у меня сегодня рот дырявый, что ли. Или так вкусно? Ну, правда вкусно. Вшорять, девчата, я бы сейчас теми лисичками испортила весь ужин. Пипец. Хотела как лучше, получилось как всегда. Вы когда пишите комментарий, попишите повнятней. А то вот первый комментарий я про лисички прочитала, мне написали, лисички горчат. Я ответил, как лисички могут горчить. Нет, что бы написали, да? Лисички нельзя замораживать в свежем виде, потому что они потом горчат. Их надо обязательно сначала отварить. Вот тогда бы было понятно. А то написали, лисички горчат. Чисто здрасте. Ну вообще, переходите на Дзен. А еще спрашивает, Люба, мы тебя смотрим весь домом, всем домом, хотим отправить тебе подарок. Напиши адрес. Ну вы что, е-мое, напишите на электронную почту мне или в ВК пишите. Все мои данные есть в описании под видео. Кто хочет, те отправляют мне по ссылке и адрес мой получают. Валентиночка, спасибо тебе большое за донат. Ну, за денежный перевод. Тоже большое спасибо. Можете писать, что я попрошайка. Да, начинайте. Как вчера, после мукбанга, или что мы вчера там делали? Мукбанг был, да, у нас? Я чуть-чуть там политику затронула. Ну, вам сказала, да, не хочу это трогать. Ну, вы поняли, про что я, да? И понеслось. Пять штук ушли сразу в бан. На проверку ко мне вы их не увидели. А трех, наверное, успели увидеть, потому что я уже поздно увидела. И началось и бойтесь, и расисты, и ой, что только не начали писать. Откуда вы беретесь, черти? Вы вот сразу под такими видео вылазят. Вы бойтесь, нам-то что бояться? Чему быть, того не миновать. Ну, Россия еще никогда не проигрывала. Так уж, если что. людей жалко. Всех, кто сейчас страдает. Опять начала. Все, замолчала. Вкусно, дочь? Да. Что, ты уроки делаешь? Покушала, да? Не передать, как вкусно. Надо рот затыкать скорее едой. Чтоб гадости не говорить. Угу. Чуметь-ка вкусно. Просто вот не передать словами. Тут столько юшки, что ее не хочется выпивать, а хочется помакать. завтра с утреца поставлю еще хлебушек. Короче, булки хватает на... Вот вчера испекла, вот сегодня мы ее уже доедаем. Потому что очень вкусно. Танечка Слакинска куда-то пропала. Не вижу ее в комментариях. С внучком все меня смотрят. А потому что я не вижу теперь, кто мне пишет. Обычно я как-то по комментариям узнаю, ну, кто написал. бывает девочки не подписывают, кто это пишет, и я не узнаю. Блин, так вкусно. Это юшечка. Кстати, сегодня на удивление было мало комаров. такое ощущение, как будто я опять что-то начала говорить и не договорила. Дурацкая привычка у меня прыгать с темы на тему. Сколько раз это замечала. ничего не могу с собой поделать. Вы уж меня простите. Кофе с молоком. я вообще бы молочка попила, но так как в моей кружке было кофе, придется пить кофе с молоком. Ой, девчата, сейчас сяду, ноги вытяну, чуть-чуть поработаю в интернете. Пойду поваляюсь. Ноги болят. Вот она, когда чувствуется старость, да? Ну, ладно, не старость, возраст уже не пятнадцатилетний. Зараза. Мне еще на эту неделю надо мха принести. Надо было пока холодно, дожди были. Куда я там полезу? Сырой мох таскать. Еще не была в этом году в трех лесах. в которых точно знаю, что бывают грибы. Наверное, еще не время, раз я туда не съездила. Вот. Мои хорошие, я вас читаю везде. Правда. И на Ярусе, и на Дзене, и на Рутубе, и на Ютубе. Везде, где я есть, и где вы есть. И пишите комментарии, я вас читаю везде. Вот. На Ярусе, спасибо всем за монетки. Ой, ноги болят. До слез аж болят. А я сегодня прошла так много. Вот дурная, поперлась туда. Знала, что вот той дорогой нет грибов. Ну, я же туда собиралась. Я в том году туда собиралась. Я туда сходила. Увидела, что там грибов нет. Ну, что там вот такое. На камере, кстати, ну, на видео он кажется такой жидкий тот лес. На самом деле он густой-густой. Вот. Почему на камеру всегда все красивее кажется, чем в живую. Только я вот супер красотка вообще. Вы заметили вообще, я прям похудела. Еще, еще пройду 100 километров. Не так похудею. Главное, чтобы ноги не подвели. Е-мое, тут есть молоко. Это мало. Вот. Ладно, мои хорошие, что забыла? Отвечу вам в следующем видео. Обязательно.